Доброго ранку! А лист до дядули Мороза написал? Я дома? Я давно придумал, что хочу попросить у его. Аккуратно всё написал и у прихожей конверт поклал. И я так сам. Нават малюнок для дядули зарабил. Як? Значит, вы листы подрыхтовали, а про меня забылися? Як забылися? Мы ж не тамелесты написали о самому дядули Морозу. Вы забылися мне нагадать, каб я спецжаданью подрыхтовала. Так, всё. Вы заставайтесь тут, а я пойду лишь жаданью рыхтовать. Хася, подшакай, не хвалюся. Ты всё поспеешь? Заставайся с нами. Разом доброго ранку веселей вести. Нет, чакать я не могу. Я побегла. А вы глядите, каб доброго ранку был самым святочным. Всё, пошла. Написать лист до дядули Мороза отказано справа. Великий лист писать не треба. А ведаете шаму? Зараз у дядули Мороза и его помощников вельми гарача пора. Яны подарунки рыхтуют, да ясче и листы до усих дядей читают. И не хвалюйтесь, коли вы не поспели свой лист по почте отправить, можно покинуть его новогоднюю ночь у покоя. Дядули Абоваскова усветочный нож тихенько давать за зерне и прошитая лист. Тому леп спешите разборливо и коротко. Только на ветлевые ословы не забывайтеся. Давайте разом вспомним, какие ветлевые ословы можно адресовать дедулю Морозу. Дорогие, шанованы, поважаны. Колеласка. Так, будьте ласкавы. Дякуй. Усё правильно. И мы с Лесиком, и вы, наши любимые глядыши, доброведуем ветлевые слова. Будем сподеваться, что и наша Кася выкористая их у листе, адресованным дедулю Морозу. Так, я охотка справилась. Так, лишь жаданиями подрыхтовала. Теперь скажите, где покинуть конверт, как дедуля Мороз охотка его знайшов? Сябры, подскажите Колеласка, про какие месяцы вы ведаете. Поделитесь, Колеласка, своими новогодними секретами. Многие наши глядачи, Райт, покласти написанный для деда Мороза лист под ёлочку. Дедуля одразу лист в нойде, почитая, и там же под ёлочкой покиня подарунок. А мне сдается, что лист треба покласти на подоконник. А чему? Потому что докладно ведомо, что дедуля Мороз умеет проникать в покойчик в просфортку. Ха-ха-ха, ой, як это треба фортку отчинить, как туды вялизны дедуля утизнуся. Вы забылися, что дедуля Мороз трошки чаровник и умеет непрыгметно пройти нават про самую мускую щелину. Я спать не лягу, буду чекать, каль ён з'явится. А вось гэтага дедуля сусим не любить. Ян заверый лист у той, мамот, калі ты гэтага і зауважить не зможеш. Лечо, что цікавей легче спать, а раніцца отшукать под ёлочкой подарунок. Сябры, а вам які способ подобається? Я напылно подсуну ёлочку ближай до акенца, каб надзейний було. Хе-хе-хе, Вась. А я пропоную поглядзеть мой фильм. Може, дедуля Мороза там убачим. Чым скончится мультипликаційная гісторія, мы доведаемся трошки пазній. А я про ця мультика не погляджу. Гэт я шчачаму. Шта ў тебе за справы? Мені хутка трэба збірацца ў дарогу. Куды? Надолга? Пакуй, што не ведаю. Я вельмі расхвалявалася. Не вырышыла, якую сукенку для новогодні габалю выбрать? Гэта я вырышыла, бо даўно пачыла выбіраць. Спачатку я думала вось такую, потым вырышыла прэмерыць другую, трэцю, затым яшча одну. І на чым спынілася? Вось на гэтай. І чаго ты тады хвалюйся? А таго, што ў нас ёлочка ёсць, і нават ліс да дядулі Мороза пад ёль ажжыць. Усё пральна, хутка ж Новый год. А я хвалюйся, пад якое древце кладуть свои листы жахары Африки тя Аустралии. Яны ж нават снегу ніколі не бачили. І правда, ні елышых, ні сосёнок там не знайдзеш. А давайте потікаемся, якое древце упрыгожваюць пад Новый год жахары з пякотных країн. Так, мне вельми хочыцца гэта ведаць. Напрыклад, ў Африце замес нашей ёлочки упрыгожваюць Баабаб. А гэта ж вялізная древа. Як яга ў пакой прынести? Баабаб, пядома, ніхто і не спрабой прынести ў пакой. Гэтае древо упрыгожваюць гирляндамі новогодніми цацками на вулице. І ўсе жахары вулице, ці пасёка, прыходзіць да древа і загадываюць свае жаданні. Здорово! А вось на Гавайських астравах на морскім пяску растуть араукары. А, араукары. Вельми прыгожая назва. Гэта хваёвая рослина з'являецца символом Нового году на Гавайях. І мінавіта я ел прыгожваюць на свято мясовы жахары. Так, а вось ў Аустралиі ёсць рослина, якую можна навад не упрыгожваць, таму што яна сама упрыгожана ігольчастымі багранымі кветками. Няма нічого агульнага з нашай ёлышкай. Але гэтае рослина так само ствараюць зудовний святочный настрой. Да і ёлочныя цацкі не патрэбны. Так, сяро таких кветок цацкі можна і не зауважыць. Кася, будеш ў падарожжа збіраць? Ні, я зразумела. Не трэба хвалявацца за жахаров спякотных країн. У іх так само ёсць прыгожа новагодні дрэлцы. А мы зараз творым святочный настрой нашым глядачам з допамогай мультфильма «Навагоднія каска». Глядзім ёху другу ўчастку. Правядзём експэрымент? Будзім класяціся спаць? Дэ мы ж такі прачнуліся. Ні, я хачу правярыць, як пад снегом спяч жывёлы і рослины. І бра гэтым не замерзаюць. О, може яны спеціяльну вопрадку для зімовый спячкі рыхтуюць. А кветкі, як яны пад снегам растуть і празвялизныя горбы прабиваюцца? Учым загадка снегу. А снег на самой справі з'являецца каудры для зямлі. Падзімцё удовно отчуваецца біты, хто спаць на всю зіму отправляецца. Яп, я ж такі халодны. Докраніся да я гадалонька без рукавішкі і прррр, адразу замарозіся. Усё так, зверху снег саправду і халодны, а пад іім значна цяпліей. І жывёлам і рослиным не треба шукаць сабі спеціяльну цёплую вопрадку. Ім цёплаго футра достаткова, і чым таўсте і гурбы снегу, тым цяпліей пад іімі. Можеш мене ў вілику гурбу скокнути і посадзіць под снежной каудры? Сами ж кажеште, що там тёпло. Касі, коли бу тебе біла пухнатае пустя, а кумя дзвіді, чі ты б носіла таке тёплая футра, як лиса, можна було б паспробаваць. А так лівж просто погуляць у снежкі, да покатацца на санках. І прыгэтым быць ў тёплым палито о шапці і рукавічках. Ну добра, а зараз давайте поглядзім які небудь тёплінькі мультфильм. Як здорово, що зараз каникулы. Можна стільки паспець зробіть. Тільки, коли ласка, проведіте гэта час с корыстю. Днём обовязково погуляйте на вулиці, а у вечері знайдіте час для цікавої книги. І коли ласка, зробіте яшчо більш добрых справ. Да поможіте тому, кому потрібна допомога. І отшукайте добре слово для того, хто буде побач. А свій день обовязково починається з нашої программи. Усе пам'ятують, коли відбудеться наша наступна зустріча. І она відбудеться як за усе дозранку. У нашим доброранку! Дякую!